Мы, друзья, с вами на улице Стейс. Она идет два блока в стороне и параллельно улице Мишиган-Авеню, которая главная улица в городе. А здесь шоппинг и веселуха. Мы со Светланой, выяснилось, соскучились по огням большого города. Есть такое святое? Да, да. Прямо как будто в Европу попало. Да, и нам говорят, вот может быть вам в картинную галерею, может там еще куда. А мы говорим, пойдем по городу гулять. Этого, друзья, у вас не будет в Кремниевой долине. Так что, если вы собираетесь день в процессе, срочно поезжайте куда-то. Не знаю, Москву, Питер. И вот ходите по таким местам. Так и хочется сказать, друзья, живут же люди. Уже вечереют. Сейчас где-нибудь половина седьмого. Но поскольку середина октября, вы понимаете, что время как бы такое. Темнеет, короче. Ничто не поможет съемке в сумерках так, как помогает камера, которая у меня в руках. Она удивительным образом вытягивает темную картинку. И впечатление такое, как будто днем снимаешь. Вот я сравниваю реальное здание вот это и то, что вот здесь показывается у меня на экранчике. Света, а ты заметила, что здесь много народу курит прямо на улице? Вот идешь, и постоянно кто-то курит, и табачный душок. Может быть, и у нас курят. Может быть, там такой плотности населения просто нет, чтобы вот так ходить толпой. Но здесь действительно в разных местах курят. Еще, я бы сказал, из того, что бросается в глаза. Здесь как-то, при том, что в городе представлены разные этнические группы, но, тем не менее, вот так, когда по улицам ходишь, очень много европейских людей. Нет, я не знаю, что вы делаете сюда, сюда идите сюда. Так. Что? Ну, какое-то мероприятие. Это, мне кажется, арт-галерея. Это где-то? Какие-то платья, это что-то за платье, да? А, это платье-экспонаты. А что здесь? Вот, и кто-то фотографирует. Да. Наверное, тоже что-нибудь тут интересное проходит над головой-то. Пока вот, пока нету. И вот там тоже транспорт замечательный. Хорошо. К сожалению, то, что у вас справа, в кадр мало попадает. А улица довольно узкая, у меня нет возможности взять пивей. Видите, такой бульварчик. Ну, не бульварчик, а растительность. Да. С той стороны, действительно, такие большие. О! Слушай, это такое ощущение, что тот же транспорт, что мы уже проходили. Но там разные ветки. Да. Вот тут грамадина-то. Вот тут грамадина-то. Вот тут грамадина-то. Давайте туда приближу. видимо там неплохо наверху можно так поглазеть по сторонам да перестало темнеть все так потому что огни тут много света и вот эти огни не дают улице так затемнить как следует но стримрек великий магазин великом городе великом городе для простых людей света все для простых людей фиовые бренды по дешевке но относительно относительно пахнет едой говорит светлана я бы это неплохо когда в 7 часов вечера пахнет еду мы со светой решили поужинать где-нибудь а где вот вопрос сакраментальный и мы воспользуемся достижениями современной науки и техники для этого вот у светланы есть аппликушка и она показывает а вот на стыд пожалуйста да она показывает где чего есть неутомимом желание покушать за света изобрели в заведение такое казалось бы ничем хорошим не могущее накормить этот бутерброд всякий но на самом деле даже в таком заведении всегда есть салатик всегда есть корочка вот я этим сейчас не насыплюсь а света сверху заваляют на что больше тоже хорошо вот салатик нас слепят немножко фонари и уличные но вот это друзья вид с ночного мишиган бульвара и в другую сторону мы как раз туда идем возвращаемся в отель а на мишиган камеры вот только направо потому что слева там озеро и темнота вот а зато слева наоборот это справа жизнь да но видишь уже который час уже раз нам скажут который час уже меньше народных ну конечно все-таки четверг все-таки рабочий день и мы видим какие-то ну такие транспортные средства такси шаттлы которые там из аэропортов людей подводят гостиницы видом лимузины вот в переулочках какая-то жизнь так намечается но тоже людей особо нет только вот туристы как мы гуляют вот а вот и наш отель это вид сбоку вид сбоку пошли свет хорошо погуляли ну что друзья я думаю что мы на сегодня с вами прощаемся потому что завтра у нас отдельный день такой большой насыщенный мы на двух радио даем интервью надо же взять и никогда на радио интервью не давал но может быть был раз до сан-франциск здесь 5 русских радио станций поэтому . большая комьюнити вот и мы на одной поменьше на другой побольше я надеюсь что мы может быть заснимем что-то потому что в противном случае у нас останется только то что идет в youtube с этих радиостанций а у них идет в youtube ну и потом мы там погуляем ukrainian village снимем вот этот украинский поселочек такой или как называют его вот а потом уже мы в субботу переезжаем в мичиган вот такой примерно план счастливо ну